А тут к вам кое-кто поздороваться зашел. Этого милого молодого человека зовут Чарли, ему 3,5 месяца, и это выпьет. Вот, делюсь хорошей новостью. Больше фотографий Чарли можно наблюдать в моем инстаграме. Подписывайтесь. Какая якобы случайная реклама. Привет, просветители! На календаре середина августа, а это значит, что пришло время для рубрики Back to School. Чем это нам грозит? До конца месяца я выпущу несколько роликов, посвященных нашему образованию. Ура! Наверное. И начать этот цикл я бы хотел с чего-то глобального, но в то же время не очень серьезного. Итак, почему российское образование все еще лучшее в мире? Найдите человека, который сморозил эту глупость. Для того, чтобы проиллюстрировать каждый из пунктов, я возьму буквально по одной новости этого лета. Одна краше другой. И скажу по секрету, я знаю, что по отдельным случаям не стоит судить о всей сфере в целом. Это видео развлекательный контент. Хотя порой от него и плакать хочется. В общем, выдохните. Вряд ли кто-то будет спорить с утверждением. Для того, чтобы какая-то отрасль развивалась, в ней должны работать профессионалы. Звучит логично. А чтобы эти специалисты не свернули в один прекрасный момент не туда, например, заказ у Макдональдса, неплохо было бы их как-то поощрять за работу. Не в Макдональдса. Ну, знаете, вся эта ерунда про великое предназначение, уважение в обществе. Деньги. Я говорю про деньги. И меня не может не радовать тот факт, что наконец-то наше общество повернулось лицом к преподавателям. Да, не везде. Да, возможно, не в полном объеме. Но уже эти шаги, шажочки, наполняют мое сердце радостью. Сейчас и ваше наполнится. Не сомневайтесь. Внимание, следующая новость не шутка, не пародия, не розыгрыш, не... Ну, в общем, вы поняли. Все по чесноку. Костромские преподаватели автотранспортного колледжа получили за выслугу лет стимулирующие премии размером 50 копеек и 2,5 рубля. Мальчишки и девчонки, а также их родители, 50 копеек отведать не хотите ли? Уважаемые педагоги, вы уже чувствуете непреодолимое желание проработать на благо родного колледжа еще минимум лет 10, а то и 20. Согласно документу, преподаватели, чей стаж составляет от 5 до 10 лет, получают вознаграждение в размере 50 копеек. Их коллеги, отработавшие в колледже от 10 до 15 лет, заслужили рубль. Педагоги со стажем от 15 до 20 лет могут рассчитывать на премию в 1,5 рубля, а учителя, преподающие более 20 лет, получили самое большое вознаграждение размером в 2,5 рубля. Вот это бабло! Простите, других слов просто нет. Поздравляю работников Костромского автотранспортного колледжа с достойной оценкой вашего труда. Обратилась замдиректора колледжа к коллегам. После моего обращения в суд срочно собрали совет колледжа. И вот задним числом было принято такое решение. Людям просто выкручивают руки. Члены совета не виноваты. Премии в таком размере выплатили за период с 2019 года по март 2021. Лично мне выплатили 67 рублей 50 копеек. Это верх цинизма, рассказала замдиректора колледжа. Но финансы финансами, а образование все-таки про высокое, вечное, светлое просвещение. И поэтому очень важно, чтобы самые яркие умы государства помогали школе и вузу в решении по-настоящему актуальных проблем. О том, что те, кого нельзя называть в начале этого года, вероломно воспользовались молодежью и даже детьми, не говорил только ленивый. Особенно с экрана ТВ. Но теперь наконец-то можно выдохнуть. Зараза не пройдет. Какие такие социальные вопросы решим? Методичку выпустим? Ну, практически. Следственный комитет России в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом планирует разработать рекомендации по формированию молодежи сознательного отказа от участия в несогласованных акциях. Следственный комитет обратился к СПБГУ с просьбой провести социологическое исследование, направленное на выявление причин участия подростков в незаконных акциях. По итогам этого исследования, как утверждается, эксперты подготовят рекомендации о том, как убедить молодежь сознательно отказываться от участия в митингах. Мы чего раньше-то на митинге шлялись? Нам просто никто не объяснял, как сознательно отказаться от всего этого. Теперь объяснят. Думаю, следующая ситуация будет знакома многим классным руководителям. К сожалению. И к сожалению знакома, и к сожалению классным руководителям. Что-то происходит в школе, ты пытаешься сообщить об этом родителям, а в итоге все как в шлягере Пугачевой. Трубки не берем, ватсап, вайбер, телеграм, мы не знаем, что это такое. Я вот несколько раз домой к своему ученику ходил, потому что его мама никак не могла передать школу актуальный номер. Всякий раз, как он ко мне попадал, абонент уже не абонент. Но почему такие казусы случаются? Родители просто не хотят пользоваться иностранными мессенджерами. Они же все уязвимы. Правительство Российской Федерации планирует перевести преподавателей школ и вузов на российские мессенджеры, электронную почту и видеосервисы к 2022 году. К февралю 2022 года Минобранауки и Минпросвещение разработают рекомендации для преподавателей, по которым они смогут общаться с родителями, студентами и школьниками только через отечественные сервисы. Как заставить родителей общаться с преподавателями исключительно через российские сервисы, история умалчивает. Тут бы в чат ватсапе всех загнать. Но не волнуйтесь, в феврале скорее всего расскажут. Скорее всего. Не знаю как вы, а вот я просто обожал покупать канцелярию в конце августа. Покупаешь ежедневник учителя и с гордостью пишешь свою фамилию. Самарские родители возмущены ошибками, обнаруженными в школьном дневнике дневник самарского школьника, недавно появившимся в магазинах города. Воскресенье, фамилия, учреждение... Русский язык со стоповым! После того, как замечательный дневник поступил в продажу, вполне логичные вопросы тут же полетели в администрацию Самары. А зря. Как оказалось, кто угодно может выпустить что угодно, присобачить герб и вот вам вполне себе официальный продукт. Хотим отметить, что Министерство образования и науки Самарской области не имеет отношения к этому изданию. Нам удалось выяснить, что этот дневник изготовлен по заказу ООО «Союз Самара». То есть его напечатала частная компания, разместив при этом на обложке герб Самарской области. Герб, как отметила Пинская, на обложку попал без разрешения администрации. А вот теперь уже без смешнявочек. Сейчас стало модно отдавать малышей в различные развивающие центры. Дитё ещё говорить толком не может, а рядом уже профессионал. Вот только профессионал ли? Педагог Красноярского детского центра творчества во время занятий танцами с дошкольниками кричала на детей, называла их идиотами и тупорылыми. Репетицию она сняла на видео и ролик по ошибке скинула в родительский чат. Как долго продолжались бы подобные грустные танцы «Не допусти педагог оплошности?» Да чёрт его знает. В этом плане дошкольники – самая уязвимая группа, ведь пожаловаться они толком не могут. У нас взрослым-то не особо верят. А самое главное, после того, как на детей наорали и оскорбили, решили устроить обнимашки. Вот дети и ответят на вопрос «А чем вы занимались?» Мы обнимались. Остановитесь, похлопали. Похлопали. Молодец. И теперь все легко обняли. Обняли, обняли. Поэтому очень важно 10 раз проверить, какому педагогу вы доверяете своего ребёнка. Отзывы в интернете, разговоры со знакомыми, присутствие на пробном занятии. Понятно, что это не панацея. Вряд ли кто-то будет кричать на ребёнка в присутствии родителей. Но тем не менее, вот иногда действительно достаточно буквально 5 минут личного общения, чтобы понять, ребёнку с этим взрослым делать нечего. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, колокольчик, комментарии. Большое спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 по Москве, в новом видео из серии «Back to School». Всем хорошего дня и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!